И поэтому, давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, потому что Ты наш Бог. У нас есть этот дом власти, этот дом силы, который заключен в Тебе. Мы имеем эту башню, в которую мы можем прибегать, и эта башня в Тебе. Ты наш сильный холст. Ты есть наша сила. Ты наш дом. Ты наша сила. Ты наша надежда. Ты наша жизнь. Ты все, в чем мы нуждаемся. Ты был благ к нам. Мы благодарим Тебя за спасение. Мы благодарим Тебя за жизнь, которую мы имеем во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя за нашим, когда мы были потерялись. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас, когда мы были потеряны. Мы благодарим Тебя за то, что когда у нас не было никакой надежды, Ты дал нам эту надежду. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас, когда мы были потеряны. Мы благодарим Тебя за то, что Ты принял нас. Когда ты утешил нас, когда мы были опечалены. Мы благодарим Тебя, Господь. Что Ты стал всем для нас. Мы благодарим Тебя, наш Отец. Что Ты стал нашим обеспечителем. Мы благодарим Тебя, Господь. Что Ты стал тем сильным защитником, который защищает нас от всех наших врагов. Мы благодарим Тебя, Господь. Что Ты вознес нас. Ты поднял наши руки. Ты сделал нас сильными. Спасибо Тебе. Потому что в Тебе у нас есть надежда. В Тебе мы имеем жизнь. В Тебе мы имеем все, в чем мы нуждаемся. В Тебе мы можем иметь веру в завтрашний день. Мы благодарим Тебя, Господь. Потому что Ты не просто вернул нам наши жизни. Но сейчас мы можем жить для того, чтобы давать жизнь другим. Спасибо Тебе, Отец. Во имя Иисуса. Есть кто-то сегодня в зале прямо. У Вас проблема с левой стороны Вашего желудка внутри. Врачи посоветовали Вам, Вы ждете операцию. Вам должны сделать операцию. Да. Так что, пожалуйста, Вы можете положить свою руку туда. И Бог хочет вас сейчас коснуться. Если Вы там одну руку положите на больное место. А вторую руку поднимите, пожалуйста, вверх. Если Вы именно та личность, которой необходима операция. И у Вас проблема с левой стороны внутри. Возле Вашего желудка. Во имя Иисуса. Я повелеваю и провозглашаю здоровье. Будьте исцелены во имя Иисуса. Я проклинаю просто эту болезнь. И я повелеваю и уйти из этого тела. Во имя Иисуса. Будьте здоровы. Во имя Иисуса. И еще есть один человек, который не может работать свободно своей правой рукой. Да. Вы не можете до конца разогнуть и согнуть эту руку. Просто положите свою левую руку на правую. И будьте исцелены во имя Иисуса. И еще есть один человек, у которого проблема с расширением вен на ногах. На обоих ногах. Будьте исцелены во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. И еще один человек, у него проблема прямо в центре, в середине желудка. Будьте исцелены. Будьте здоровы во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Теперь давайте откроем в нашей Библии Евангелие от Луки. Четырнадцатая глава. Мы будем читать с пятнадцатого по двадцать четвертой стихи. Лук 14. Евангелие от Луки, четырнадцатая глава. Reading from verses 15 to 24. С пятнадцатого по двадцать четвертой стихи. Иисус. 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 Мы знаем эту притчу очень хорошо. И зачастую мы думаем, и мы используем эту притчу, и говорим ее как евангелизационное послание какое-то. Но, вы знаете, эта притча, она также может быть посланием и для нас. В этой притче есть также послание к нам, к верующим. Особенно в то время, когда мы проповедуем о том, чтобы исполнять свое призвание в жизни. Братья и сестры, будьте уверены, что именно тем, кем Бог вам сказал, что вы будете, вы будете и вы можете быть. И нет никакой другой проблемы, за исключением вашего понимания. Чтобы стать тем, кем Бог сказал, что вы можете стать. Вы можете стать. Потому что Бог, Он призвал вас, чтобы стать этим. Если Бог говорит вам, что вы будете миллионером, поверьте, вы будете миллионером, потому что Бог сказал, только поверьте Ему. Если вы поверите Богу, Все возможно тем, которые верят. Если вы можете поверить Богу, Миллионы могут прийти в Царство Божье из-за вас. Если вы сможете поверить Богу, Во время своей жизни вы можете стать освободителем. Если вы сможете поверить Богу, Миллионам людей вы можете принести и дать надежду. Если вы сможете поверить Богу, Вы сможете стать той крепостью и башней, в которую люди смогут прибегать для того, чтобы спастись. Если только вы сможете поверить Богу, Вы сможете стать даятелем жизни. Если вы сможете поверить Богу, Ваша жизнь, она сможет стать бесценной. Очень драгоценной, очень дорогой сможет стать ваша жизнь. Ваша жизнь сможет стать даром для множества людей. Каждого из нас, из тех, кто сидит сегодня в этом зале, Бог призвал нас для того, чтобы стать кем-то великим в этой жизни. И прекрасным. Бог призвал нас для превосходного будущего. Бог призвал вас. Для того, чтобы украсить, сделать красивее жизни многих людей. Хорошо. В этой притче, которую только что мы прочитали, Мы читали о человеке, о хозяине, господине, который накрыл ужин. Приготовил ужин. Тот господин, который приготовил в этой притче этот ужин, Для нас это наш Господь Иисус, Отец Небесный наш. Он приготовил ужин. И заметил, что он не послал своего слугу для того, чтобы приглашать людей на этот ужин, на этот вечер. До того, как он не убедился, что все уже готово для того, чтобы пригласить гостей. В 16 стих здесь сказано, что он уже приготовил ужин, и только после этого он послал слугу пригласить туда людей. В 16 стих здесь пишется, он же сказал ему, один человек сделал большой ужин, и звал многих. Заметьте, вначале он сделал, после этого только он начал приглашать туда людей. У кого-то с правой почкой, проблема есть в правой почке. Положите свою руку сюда, на это место. Будьте здоровы и исцелены во имя Иисуса. Аминь. Смотрите, до того, как позвать людей, пригласить их на этот вечер, Господь, он убедился, что все готово уже. И это, в этой притче здесь говорится обо мне и о вас. Мы все являемся зваными и приглашенными в Царство. Потому что никто из нас, мы не смогли бы прийти сюда, если бы Бог не позвал нас. Но потому что Бог уже позвал нас. И потому что вы приглашены. Это доказательство. Потому что вы уже спасены, вы находитесь в Царстве. Это доказательство. Что все, что необходимо вам, для того, чтобы исполниться в своей жизни, оно уже было готово еще до того, как Бог позвал вас. Бог, до того, как пригласить людей, он убеждается, что все уже готово. Алло. Алло. Для чего бы то ни было, если вы были призваны для того, чтобы жить в этом мире. Для чего бы то ни было, если вы были призваны для того, чтобы жить в этом мире. Что бы вам не нужно было сделать в этом мире Для чего Бог вас послал в этот мир Вы можете быть уверены Что все уже готово Для того, чтобы вам исполнить Это послание и дело До того еще, как вы родились Бог сделал приготовление Чтобы дать вам превосходнейшую жизнь Он сделал все уже готово Включая вас, пока вы родились Он сделал все уже приготовил Включая даже вас Еще до вашего рождения Он сделал, приготовил уже все Еще даже до того, как вы родились Все, что вам нужно в жизни Для вашей жизни Все, что вам нужно для вас Он уже сделал еще до вашего рождения Если Бог знал Что вы будете бизнесменом До того, как вы пришли в этот мир До того, как вы родились Бог приготовил все обстоятельства Он приготовил страну Он приготовил родителей Он приготовил экономику Для вас, чтобы вы становитесь бизнесменом Существующим человеком Он хотел вас становиться До того, как вы родились Бог приготовил все обстоятельства Бог приготовил все обстоятельства Бог приготовил ваших родителей Страну Экономику этой страны Бог приготовил абсолютно все Для того, чтобы вы Когда придете в этот мир Вы стали бизнесменом Успешным бизнесменом Для того, чтобы вам исполнить То, для чего Бог вас призвал Поэтому, если вы рождены были Чтобы стать проповедником Бог сделал все Чтобы вы стали успешным проповедником Если вы призваны быть доктором Если вы призваны быть учителем Если вы призваны Для того, чтобы просто смотреть за детьми Все, что вам нужно для того, чтобы Иметь успех Иметь победу Иметь исполнение в своей жизни Было уже приготовлено Богом Еще до вашего рождения И это написано в 17 стихе Это не просто слова Это принцип Божий написан здесь Возьмите эту притчу Посмотрите ее в своей жизни Для себя ее примените Смотрите на 17 стих Здесь написано И когда наступило время ужина Послал раба своего сказать званым Идите Ибо уже все готово Придите сейчас Потому что все уже готово Послушайте Еще до того, как вы пришли В это царство Божье Бог все приготовил Для того, чтобы вы имели успех He had made everything ready Before he called someone To come and call you To come to church Послушайте Бог уже все приготовил Даже до того, как он послал кого-то Чтобы сказать вам Придите в церковь He said Come All things are now ready Он говорит Придите Придите Идите Все уже готово Come All things are ready For you To be fulfilled in life Идите Ибо все уже готово Для того, чтобы вам Исполнится в своей жизни Come All things are ready For you to become What God said You shall become Идите Ибо все уже готово Для того, чтобы вы стали тем Кем Бог сказал Вы станете He said God made everything ready first Он говорит Что в начале Бог приготовил все Но потом он уже послал Своего слугу Он сказал Иди И Скажи им Иди И пригласи их прийти Я приготовил уже их будущее Я приготовил завтрашний день для них Я приготовил все Все, что необходимо Все обстоятельства Для того, чтобы они стали тем Кем они должны стать Иди и скажи им Придите Никакие проблемы не остановят Ибо я уже все приготовил Никакой сатана Он не остановит тебя Иди Я уже все приготовил Просто приди Просто приди Просто приди Послушай, пожалуйста Все уже готово для тебя Все уже готово для тебя Поверь мне Все уже готово Ты можешь стать тем Кем я сказал Ты можешь быть Вы можете делать Вы можете делать То, что я вам сказал Вы будете делать И я уже приготовил все необходимое для вас Я был уже там до вас Для того, чтобы приготовить все Придите Придите Потому что все уже сейчас готово Что вам нужно для жизни Что вам нужно, чтобы иметь счастье Что вам нужно для того, чтобы исполниться радостью Что вам нужно для того, чтобы исполнить свою жизнь Что вам нужно для того, чтобы стать великими могуществами Что вам нужно, чтобы возвеличить и прославить Бога Скажи им Скажи им Придите Скажи им Придите Ибо все Все уже готово Все уже готово для вас, чтобы вы были счастливы Все уже готово для того, чтобы вы были радостными Все, что вам необходимо, чтобы исполнить свою жизнь Оно уже готово Пожалуйста, придите Пожалуйста, придите И это и принцип Божий Мы могли, мы могли, мы могли, мы могли, как женщины Афорт, чтобы дать ребенка Как люди, мы можем иногда, знаете, рожать ребенка Не приготовив даже денег для него, чтобы он в школу пошел Но хорошие родители, заметьте, они так не поступают Мы могли, иногда, afford To marry a lady Without having a flat to bring her into Иногда люди, они поступают так Они женятся, но они даже не имеют квартиры, где жить Куда привезти свою жену Но умный, мудрый человек, он не станет так делать Но как люди, мы иногда так делаем Но, послушайте, Бог сказал Если вы хорошие родители Вы дадите хлеб своим детям, когда им нужен хлеб Вы дадите им рыбу, когда им нужна рыба Вы не дадите им вместо хлеба камень Вы не дадите им вместо рыбы и змею Вы так не поступите Если вы хорошие родители Но Бог говорит, я лучший, более лучший родитель, чем вы Своим детям я даю хорошие дары Если я, пастор Сандей Три года У нас не было детей, потому что я хотел, чтобы у моих детей была квартира, где они будут жить Три года У нас не было детей Специально мы так делали Вначале мы получили квартиру А потом мы начали запланировать ребенка Вначале у меня была квартира И затем я запланировал жену Потому что я мудрая личность Потому что у меня здравое мышление, взрослое Если я не поступаю так Если я не привожу свою жену к моей матери Если я не привожу свою жену к моей матери если я не приношу своих детей в дом моей бабушки? Почему вы думаете что Бог призывает вас в Царство Божье до того еще, как вы что-то сделаете? Если Бог призывает вас в Царство Божье и говорит вам что-то делать, почему вы думаете он не приготовил уже все? Нет! Бог не поступает таким образом. Послушайте, Бог он очень ответственный. Бог он очень ответственный. Поэтому вот почему он говорит что это мой принцип. Не зови их в Царство Божье до тех пор, пока не готово все. Позволь мне быть уверенным, что у них есть будущее и их будущее будет хорошим до тех пор, пока они придут сюда. Позволь мне убедиться, что их призвание оно исполнено и уже готово полностью, закончено до того, как они придут сюда. Поэтому еще до того, как Бог послал за вами, чтобы привезти вас сюда и вы были спасены, он знал, что то, что он попросит вас сделать, вы это сделаете. потому что он уже приготовил все для вас. Вы это поняли? Поэтому вот почему в 17 стихе он так и говорит. Иди и позови их, пригласи их, прийти, потому что все уже готово. Все, что им необходимо, чтобы исполниться и стать тем, кем они должны стать в жизни, оно уже все готово до того, как ты еще их позвал. Потому что Бог, Он есть Альфа и Омега. Он есть начало и Он есть конец. Поэтому Он не начинает ничего до того, как Он уже закончил даже это. Вначале Он заканчивает, а затем в физическом, реальном мире это начинается. Поэтому все, что вы видите в этом материальном мире, в этом физическом мире, поймите, оно уже было закончено до того, в духовном мире. Всего лишь две недели назад у меня родилась девочка. Ее жизнь была уже завершена и совершена в Божьей программе еще до того, как мы увидели ее. Это то, что Бог хочет. Это то, как Бог работает. Это то, как Бог работает. Это относится к нас. Это то, как Он делает. Поэтому, для чего ты призван в своей жизни? Какое у тебя видение? Бизнес и семейное служение. Кем ты хочешь стать в бизнесе? Какие у тебя есть цели? Много денег для Царства Божьего. И цели, я буду директором предприятия крупного. Хорошо. Ты хочешь стать генеральным директором. Большого предприятия. И не просто делать большие деньги, ты хочешь иметь и делать миллионы долларов. Да. И это то, что Бог поместил в твое сердце. Можете ли вы себе представить? Бог говорит, Еще до того, как Он дал Ему возможность родиться. Еще даже до того, как Он призвал Его в Царство Божье. Бог уже приготовил все. Включая Его будущее. Все, что относится к Его будущему, оно уже было закончено в духовном мире. Даже до того, как эти вещи, это откровение, было открыто Ему самому. Причина, почему Он получил это откровение о Своем ведении из-за того, как Бог позволил Ему увидеть только потому. Это потому, что Бог позволил Ему увидеть просто фантливее в том, что Бог уже приготовил для него. Это то, что мы называем видением. Когда Бог позволяет вам видеть внутри себя, в Своем духе, в Своем сердце, что Он уже приготовил для вас. Но Он приготовил это не прямо сегодня, когда Он показывает это вам. Нет, Он приготовил это еще даже до того, как вы родились. Он показывает тебе, нам это показывает сегодня, потому что сегодня только мы способны это принять. Но у Него всегда это было в Его планах уже. Вы понимаете? Вот почему 17 стих говорит нам. Господин послал Своего слугу и говорит Ему, иди. Иди и позови их теперь в Царство. Потому что сейчас Он уже готов начать исполнять те планы, которые я имею для Него. Или начинать двигаться в направлении своих будущих планов. Кто еще здесь есть? Есть кто-нибудь еще, кто здесь имеет видение? Кто-нибудь имеет видение на свою жизнь? У тебя тоже есть видение. Окей, два из вас идите сюда. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. It's okay. What is your life vision? Какое твое жизненное видение? Я Божий Пророк, учитель и проповедник с апостольской помазанием. Good. So you are a prophet. Yes. With apostolic calling. Good. Just like me, it means. So before you, you know, you don't have the ministry I have now. Like I have. But do you know? If it is a million of people that God has prepared for you, they are ready now. They are in God's spirit. So they are ready. So God, before He called you to the kingdom, He knew what He was calling you to do. And He knew you can do it. And He had already prepared everything for you to do it. Еще до того, как Бог призвал тебя в царство и дал тебе это видение, Он уже знал, что даст тебе это призвание. Что ты сможешь это делать. И что Он уже приготовил все, что необходимо тебе для того, чтобы исполнить это призвание. That is why He brought you to a church like this. Вот почему Он привел тебя в церковь подобным образом. So that you could get a vision and a word to lead you in your calling. Чтобы ты мог принять это видение и двигаться в исполнении этого призвания. Like, I remember, why I called her Natasha is because I remember she got a vision when she was reading my book. I remember, почему я позвал Наташу, потому что я знаю, что она имела видение, получила видение, призвание, когда она читала мою книгу. So what is the vision you got? And how did you know? And I want to tell you, what she's going to tell you now, the vision was revealed to her when she was reading my book. But actually, that vision was prepared and made ready for her before she was born. Я хочу вам сказать, что это видение она получила, когда она читала мою книгу. Но она, это видение уже было готово для нее даже еще до того, как она родилась. Скажи нам, какое видение у тебя? Я вообще учитель, но в данный момент я директор христианского музыкального центра. И это будет международный центр подготовки служителей музыкантов. И в этом центре будут учиться... Цель этого центра просто достать потенциал из человека, чтобы он действительно мог оправдать свое призвание в любом возрасте. Не имеет значения, закончил он в детстве музыкальную школу или не закончил. Это центр для взрослых. И в этом году мы открываем еще и детское отделение. То есть там все инструменты, оркестра, там обучение вокала. И я действительно получила видение, когда читала книгу пастора. Это было три года назад. И я просто переворачивала страницу. Я помню, знаете, это как сейчас. Я читала, и вдруг просто передо мной возникло такое сначала здание, семиэтажное здание. А потом я просто увидела много-много людей, которые обучаются в этом здании. И я знала, что эти люди будут учиться музыке. Бог мне сказал, что я буду их учить. И я поделилась тогда с пастором этим. И он мне сказал, теперь только не начни завтра это делать. Я не поняла тогда, почему завтра не начни это делать. Мне казалось, что наоборот нужно идти сразу, завтра уже прям начинай что-то делать, собирать людей. Но он тогда мне сказал, дожди с полноты времени. И действительно, только через три года я просто почувствовала, что пришло время. И сегодня, вы знаете, действительно мы имеем это семиэтажное здание. Представляете? Слава Богу. И у нас учатся люди, слава Господу. У нас учатся люди не только из Киева. Они приезжают к нам далеко, из далеких городов. И за три часа езды от Киева едут к нам. И за шесть часов даже езды от Киева едут к нам. И учатся, Господь просто делает свои чудеса. Я действительно вижу полноту времени и руку Божию на этом центре музыкальном. Не важно, к чему бы Бог не призывал вас делать. Не думайте даже. Что, чтобы это ведение исполнилось, для этого у вас достаточно сил только ваших. Не думайте, что это своими силами вы сможете исполнить. То, что Бог сказал вам, вы должны сделать. Вы слишком малы для Божьего ведения. Вы слишком малы для Божьего ведения. Когда Бог показывает нам что-то, что нам надо сделать. Ведение всегда больше, чем мы есть на самом деле. Если ваша ведение меньше, чем вы, то есть меньше, чем вы можете сделать. Это ведение не от Бога. Нет, если вы сможете сами, своими силами делать это. То, что значит, что это ведение не от Бога. Все, что Бог позволяет вас сделать, должно быть гораздо больше, чем вы можете сделать собственными своими силами. Если это говорит Бог, вы скажете, первым вашим ответом будет, Бог, нет, я не могу это сделать. Если это действительно от Бога. Вы увидите такое множество проблем, которые вы не можете разрешить сами. И это будет для вас доказательство того, что именно это есть от Бога. Поэтому, к чему бы вы не были призваны, не делайте ошибку в своем понимании. Не ошибайтесь в своем разуме, что вы сможете сделать это, что вы будете делать это своими силами. Для этого необходимо, чтобы Бог помог вам сделать это. Поэтому, если вы думаете, что вы сможете исполнить ведение через свои связи. Если действительно это Бог, вы не сможете это сделать. Потому что Божье ведение будет больше, чем ваши связи, чем ваши деньги и чем ваше влияние. И даже больше, чем ваши силы, власть. Поэтому, когда Бог вас называет, то всегда сказал, что «нук». Мы всегда схемUnКу. Поэтому, так много людей, которым Бог показывает что-то, но они говорят «нук, у меня нет денег, у меня нет связи, у меня нет возможности это сделать». Они всегда вот так вот рассуждают. Это так много людей. Это нормально. Это нормально. Все так обычно говорят. Это нормально. Вы должны это говорить. Вы должны это говорить. Потому что это всегда больше, чем ты. Это всегда больше, чем ты. Но. Когда вы убеждаетесь в том, что именно Бог призвал вас сделать это. Поэтому вам не нужны ваши уже силы. Вам не нужны ваши связи. Вам даже не нужно собственное понимание, как сделать это. Прежде всего, вам необходимо. Вера в Богу. Потому что только верой. Вы можете познать, что все уже готово. Все уже заплачено. Все необходимые связи уже сделаны для вас. Но верой вам придется открывать. Раз за разом. Каждый раз вам придется открывать эти двери. Поэтому каждый шаг вам придется делать верой. Поэтому сейчас, кто из вас может поверить, что он может стать тем, кем Бог призвал его стать? Кто из вас может верить в это? Потому что на самом деле, ведь вам не нужна ваша власть и ваши силы для этого. Если Бог призвал вас, это больше вас в любом случае. Просто поверьте тогда Ему, что если ты, Господь, призвал меня, я верю тебе, что все уже приготовлено для меня, для меня, для того, чтобы исполнить это видение. Я верю, что все необходимые деньги, они уже есть для меня, чтобы я исполнил это видение. Я не вижу этих денег, но я знаю, что ты приготовил уже что-то для меня. У меня нету власти и силы, но я знаю, что где-то это уже приготовлено для меня. Но я знаю, что где-то это уже приготовлено для меня. Я не имею разумения и знания, но я знаю, что где-то это уже приготовлено для меня тобою. Вот почему мы сражаемся. Это есть сражение веры. Вот почему мы учимся, изучаем. Мы движемся, мы продвигаемся вместе с Богом. Вот почему постоянно, все время мы ищем лица Божьего. Вот почему мы молимся. Вот почему постимся. Вот почему мы идем в школы. Вот почему мы слушаем кассеты. Потому что мы знаем, что то, в чем мы нуждаемся, оно находится, помещенное где-то уже Богом. Где-то, где-то лежит оно, куда нам нужно пойти и открыть это, взять это для себя. Где-то есть слово ободрения, куда нам нужно пойти и открыть это. И мне нужно пойти и взять его. Знания, которые мне нужны, они уже есть где-то. Мне нужно только пойти и взять, найти их. Те связи, которые необходимы мне, они уже есть где-то. Мне нужно только пойти, найти их и взять их. Даже деньги, которые мне нужны, они тоже уже где-то есть. Мне нужно только пойти и найти их. Давайте я вам дам еще одно доказательство. Второе послание Петра. Шаптер 1. Верс 3. Второе послание Петра. 1-3. 1-3. According to His divine power, has given us all things that pertain unto life and godliness. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. Через познание, призвавшего нас славою и благостью. He said according to His godly power. Здесь написано, смотрите. According to His divine power. В соответствии с Его божественной силой. He has given us all things that are necessary for life. Все, что нам необходимо для жизни, Он уже дал. He has already given us everything needed for life. Он уже дал нам все, что нам необходимо для жизни. Что вам нужно для жизни? Что вам мешает, что препятствует вам исполнить свою жизнь? Может быть, для жизни вам нужно здоровье. Ваше здоровье уже обеспечено. Что вам нужно для жизни? Если работа, если работа нужна вам для жизни? Все, что нам необходимо для жизни и благочестия, оно уже обеспечено для нас. He said by His divine power, He has given us everything that is needed for life and godlyness. Здесь написано, что в соответствии с Его божественной силой, нам уже даровано все необходимое для жизни и благочестия. So what is the problem? Поэтому в чем проблемы? Through knowledge. Через познание. Through knowledge. Через познание. Through knowledge. Через познание. Только лишь через познание. Through knowledge. Через познание. That is why we have to discover God more and more every day. Вот почему каждый день, день за днем, нам необходимо открывать Бога больше и больше. That is why we have to know Him more and more. Вот почему нам нужно узнавать Его больше и больше. Все, что нам необходимо, оно уже где-то находится. Нам нужно пойти и открыть это для себя. The money you have is somewhere you have to discover it. Деньги, которые вам нужны, они уже где-то есть. Пойдите и откройте для себя. The earth you need is somewhere you have to discover it. Здоровье, которое нужно, оно уже где-то есть. Идите, откройте его для себя. You have to, you have to. Вам нужно пойти и открыть это для себя. You have to discover, you have to know it. You have to open it by knowledge. So, the same thing, the health you need, you have to discover it by knowledge. It's somewhere. Everything you need to become what you have been called in life, everything is provided for in God. Everything you need for life is there already in the spiritual realm. But you see the problem in that story, chapter 14 of Luke. People were having excuses. Oh, I just bought a land. Look at that. God is telling him, everything is provided for. And he is saying, I bought a land. So I cannot come. Why do you need land when everything is ready? Why do you need land when everything is ready for your life? Another person, he said, everything you need for life is ready. Come. And another person, he said, everything you need for life is ready. He said, I just bought some cows. Why do you need cows when everything is ready for your life? Why do you need cows when everything is ready for your life? That is our problem. Everything you need is in God. Everything you need is in God. Everything you need is in God. Come and feast at his table. Come to his table. Everything you need is on the table of the Lord. The more you discover God, the more you find life. The more you have life. The more you discover God, the more you have peace. The more you discover God, the more you discover your fulfillment and calling in life. The more you discover God for yourself, the more you discover God for yourself, the more you discover God for your life. And your calling, your purpose. Because everything is ready in him. Because everything is ready in him. Just believe him. Come closer to him. Seat by his table. Then you can dine with him. Then your life will be full of fulfillment. He is saying, go and tell them. He says, go and tell them. Go and tell them. For all things are now ready. Go and tell them. Come. To the Lord's table. Come. Because on his table. Your life desire is there. Come to the lost table. Because your dreams will be fulfilled by the lost table. Then your dreams will be fulfilled by the lost table. Come. For all things are now ready. Come. For all things are now ready. You will be filled when you come. Because your health is ready. You will be healed when you come. Because your health is made ready at his table. Because your health is made ready at his table. Там есть обеспечение денежное для вашего ведения. Everything is ready by his table. За его столом все готово. The master is saying to the servants. Go and tell everybody in town. Go and tell everybody in the town. Go and tell everybody in Kiev. Go and tell everybody in the Ukraine. идите и расскажите всем в Украине идите и рассказывайте по всему миру приди прийди на вечерю Господню потому что благословен Тот кто обедает, кто вечерит за столом Господним благословен Тот кто будет возъезжать на вечеря Господней благословен Тот кто будет сидеть на вечеря Господней потому что вечеря Господня там все уже готово все приготовлено все приготовлено за вечеря Господней и вечеря Господня Мы там увидим Альфу Вы увидим там Омегу На вечере Господней Вы увидите свое начало И вы увидите исполненную свою счастливую жизнь На вечере Господней Вы увидите обеспечение Все уже готовы Приди Приди Приходи Ибо все уже готово Ничто не сможет остановить тебя На вечере Господней И враги не остановят твое ведение Потому что ты находишься на вечере Господней Болезни не смогут убить тебя Потому что ты на вечере Господней Нужда, необходимость в деньгах Оно не сможет остановить тебя Потому что ты уже на вечере Господней Приди Потому что на вечере Господней Все Все Что необходимо тебе для того, чтобы исполниться в своей жизни Уже сейчас прямо Все готово Все обеспечено И это наш Бог До того, как вы рождаете ребенка Ребенок появляется в этот мир Все от начала до конца Уже было приготовлено для этого ребенка Вот почему 2 Коринфянам 4 глава 18 стих Здесь пишется That's why we look at the things That are not sin Почему мы смотрим на вещи Которых мы не видим That we look at the things That are not sin Когда мы смотрим на вещи Которых мы не видим Because The things that are not sin Потому что вещи Которых мы не видим Are eternal Они вечны But the things that we see now Are temporal A temporal Because Everything you see now It is not your future yet Your future is not sin yet But your future is at the Lord's Supper That is why we look at the things That are not sin Вот почему мы смотрим На те вещи Которые невидимы для нас Когда мы живем с Богом Мы отдыхаем просто Мы уверены Мы спокойны Потому что мы знаем Все уже готово Все уже приготовлено для нас Все уже закончено Для того Чтобы мы имели благо В своей жизни That is why we look at the things Not that are sin now Вот почему мы смотрим На те вещи Которые мы не видим Мы не смотрим на те вещи Которые мы видим Мы знаем Что за столом Господнем Есть лучшее будущее Для нас Мы живем теми вещами Которых мы не видим Потому что мы знаем Что за Господним столом Все что необходимо нам Для жизни и благочестия Оно уже приготовлено И дано нам Поэтому приходите Вы уже пришли Будьте уверены Будьте уверены Будьте спокойны Все что необходимо Для вашей жизни Просто будьте уверены В этом Будьте уверены Будьте уверены Что все для вас Необходимо Оно уже готово Вам для того Чтобы стать Все Всем Всем кем вы должны Стать в этой жизни Вы верите в это? Вы верите в это? Вы понимаете Сегодняшнюю проповедь? Я говорю «Ком» Я зову «Приходи» Все необходимое Уже готово Все необходимое Все необходимое Уже готово Вы верите Что вы можете Стать тем Кем вы призваны Стать Теперь На самом деле Вы уверены В этом? Это Божья жизнь Веры Это то что мы Называем Жизнь веры Потому что Например Потому что Например Сегодня У меня Нету Ничего Чтобы покушать Но я знаю Завтра Я буду Миллионером Сегодня Я в тюрьме Но завтра Я знаю Что я стану президентом Это жизнь веры Это жизнь веры Это жизнь веры Верующая в Бога Она потеряла Свою работу У нее не было работы Она не потеряла Надежду Она не потеряла Свою надежду У нее не было работы Но у нее был Бог У нее не было денег Но у нее было ведение У нее не было обеспечения Но у нее была вера Расскажите нам свою историю Как вы пришли к Богу И как вы написали эту книгу Будучи обычной женщиной Без работы Но вы исполнили свое призвание И вы делаете еще больше Я ободрен даже вами Я хочу, чтобы все люди В нашей церкви знали Что нету ничего Чем Бог призвал вас стать Что вы не смогли бы сделать Если вы верующий Даже здесь на Украине Если вы в Боге Все возможно тем Которые веруют Богу Поэтому сейчас Запишите свое ведение Пока она будет говорить Свидетельствовать Потому что я буду молиться за вас Чтобы все то К чему призвал вас Бог сделать Чтобы вы сделали это По его силой По его силой По его духу По его благодатью Помните? Все, что Бог Он сказал вас Будет всегда больше Как вы есть на самом деле Это будет больше Чем у вас есть денег Это будет больше Чем ваши связи Это будет больше Чем ваше влияние Там даже будет больше Проблемы врагов Чем вы сможете справиться с ними Но это потому что Это от Бога Если это ваше ведение Если это ваше ведение Там бы не было столько проблем Поэтому ободритесь Если у вас есть проблемы Это значит, что Бог разрешит эти проблемы Если у вас нет денег Это значит, что Бог их обеспечит Он просто хочет, чтобы вы поверили Доверились Ему И ходили вместе с Ним в этом И Он сделает вас Ловцами человеком Он сказал это своим ученикам Следуйте за Мной Следуйте за Мной И Я сделаю вас Ловцами человеком Бог, Он тот, который Осуществляет Тот, который творит человека Он тот, который Дает веру людям Он тот, который Осуществляет Помогает осуществить Судьбу человека Если вы только сможете Ходить вместе с Ним Следуй за Мной И Я сделаю тебя Кем-то Следуй за Мной Следуй со Мной И Я сделаю тебя Только одно условие Если ты сможешь Следовать за Ним Верой Верой Ты еще не видишь ничего Но ты веришь Ему Если вы сможете Ходить вместе с Ним Следовать за Ним Он просто посвятит себя Он связывает себя Прямо Он привязывает себя Чтобы сделать вас Кем-то Потому что В духовном мире Все Было готово До того, как вы родились Все уже было готово Давайте послушаем историю Свидетельства нашей сестры Пока она свидетельствует Готовьтесь Пишите свое ведение И слушайте ее После свидетельства Я буду молиться за вас Слава Богу Я вас приветствую Благословляю Я рада, что я здесь Приглашена к вам Впервые на эту сцену И хочу Хочу показать вам Эту книгу Это как плод Моего служения Это Божий результат Моей жизни Как научиться Побеждать верой Вы знаете Это действительно По-человечески Я могла бы сказать Очевидное Невероятное Потому что Я работала простым Советским инженером И я не была Ни писателем Ни педагогом И вдруг Господь проговорил Мне Сначала он призвал А мы каждый Призваны Не сомневайтесь в этом Может быть Вы сегодня еще не знаете Тот прекрасный Божий план для вас Но я тоже Восемь лет не знала Я Библию впервые взяла В руки Я не знала С какой стороны ее читать Я даже Отче наш не знала Но Вы знаете Бог творит все новое Главное Это вера И послушание И так я делала Первые шаги В Господе Училась В библейской школе Стала познавать Истину И вы знаете Дерево познается По плодам Главный плод В нашей жизни Это конечно Спасение людей И я поняла Что Господь призвал Меня на полное Служение Евангелистам И у меня даже Есть такая Историческая фотография Там еще Пастырь Сандэй В то время Не был пастырем А я Говорю Что это известный Евангелист А я начинающий Рядом Это было Семь лет назад Но сейчас Я уже утвердилась И вижу Что я не начинающий Евангелист А уже Можно сказать Специалист Своего дела И когда Господь Два года назад Как раз На конференции Слова веры Проговорил мне Что-то новое Неожиданное Для меня Пришло такое слово Книга И с ним Пришла радость И я просто Удивилась Я размышляла Я не все понимала Но загорелась Вы знаете Божье призвание Это всегда хорошо Это радостно И не бойтесь Нового Делать новые шаги В Господе Это хорошо Это нужно делать Быть смелыми Дерзновенными Просить у Бога Мудрость И Дух Святой Всегда поможет Исполнить любое Даже самое На первый взгляд Трудное призвание Сколько лет Вы уже не работаете? Я оставила работу Инженера Уже пять лет назад И люди Многие удивлялись У меня была Хорошая работа Меня повышали Я в книге Пишу свою историю Но вы знаете Я чувствовала Призыв Божий Но она оставила Работу инженера Но я вам скажу Она больше всех Инженеров В городе работала Не по инженеру Но по ее призванию Я ее знаю Она работает С утра до вечера Слава Господу И вы знаете Бог не только дал призвание Евангелиста А действительно Он что-то ведет В новые места И вот Как пришлось мне Эту книгу написать Просто надо быть Послушным и чувствительным К Духу Святому И вы знаете Я когда писала Я рада была Я видела Веры видела Как вот Пророк Исаис сказал Господь Вот я Пошли меня Когда мы позволяем Богу использовать нас То вы знаете Это легко Это легко Просто Дух Святой ведет Мы послушные Мне нравится такой стих Из Библии Иоанна 15-16 Это и для вас И для меня Этот стих Для каждого Не вы меня избрали А я вас избрал И поставил вас Чтобы вы шли И приносили плод Это Господь говорит Каждому из вас Не сомневайтесь Вы призваны Раз вы сегодня здесь Кто-то несколько лет А кто-то первый раз Но Господь привел вас сюда Это божественная встреча Это действительно Начало большого Божьего плана В жизни каждого человека И вот так Когда я начинала Писать эту книгу Вы знаете Даже родственники Меня не поддерживали Говорили зачем Так много книг в мире И на русском И на английском А потом Господь мне сказал Еще и на английский И перевести И сейчас меня не поддерживают Но я знаю Что-то от Господа И пастор Сандейск Подтвердил пророчество Он сказал такое слово Бестселлер А это уже подтверждение Пророчества Что действительно Книга нужна И я имею много отзывов С разных церквей И с этой церкви Люди просто благодарны Рассказывают Как много книга помогла Она для всех ищущих Жаждущих Как научиться побеждать верой Каждый день Не только сегодня В церкви это легко Сегодня А завтра Послезавтра Когда ты один на один С проблемой Или у кого-то Из твоих знакомых Друзей Родственников Проблема Как победить эту проблему Когда нет рядом Лидера Пастыя А это возможно Но когда Бог вам говорил Написать эту книгу У вас что Были деньги на них? Тем более Когда стал вопрос Печатать книгу Я столкнулась Это была большая проблема Это очень дорого Очень дорого А я жила на Божьих благословениях Постоянной работы У меня не было Немножко меня благословили Немножко Но у меня же Вера была большая Велика вера твоя И тираж должен быть большой Больше чем у пастыря Потому что я видела Что книга нужная И спрос будет большой И для всех жаждущих Ищущих А таких много на Украине И вы знаете Я сделала большой тираж Три тысячи Хотелось пять тысяч По вере Да, по вере И действительно Господь благословил Помог это сделать И книга продается Слава Богу Она есть на книжном столе И многие из вас Высказывали мне Отзывы чудесные Хорошие Благодарные Что книга помогает И А почему вы не остановились Когда вы Как Почему вы не отказались Как это я могу писать У меня нет ни денег Ни опыта Я не писатель А почему вы не остановились Все равно Вы знаете Действительно Я хочу быть послушна Господу И я хочу исполнить Его волю Благую Угодную Совершенную В моей жизни И Невзирая ни на что Верующий человек Не живет видением А живет верою Эти два фактора Вера и послушание Не откажитесь Пусть никакие обстоятельства Не собьют вас С верного пути Если вам проговорил Господь Вы на правильном месте Следуйте Делайте шаги веры От веры в веры От славы в славу От силы в силу И вот как результат Дерево познается по плодам У каждого из нас Есть плоды Мы можем оглянуться И сказать Что я успел За месяц Или за год Мы должны Обязательно приносить плоды И когда Действительно Эта книга вышла Я сама Ахнула Это как Рождение было Ребенка Это мое детище Но когда Потом появились Отзывы Это было такое Большое подтверждение Что действительно Книга работает Как настольная Сильная Важная Нужная Здесь примеры Веры Исповедания Молитвы Библейские молитвы Исцеление Веры Победы Для всех И для каждого Поэтому я советую Вам приобрести Она есть на книжном столе Потому что Жить верой Значит изменять Обстоятельства Вокруг нас Точно так Как это делал Иисус И не только Пастырь Сандей Должен это делать А каждый из нас Мы должны уметь Нам все дано Потребное для этого Поэтому я хочу Ободрить вас В заключение Хочу сказать Молитесь Каждый из вас Узнай Своё призвание Исполни Свою судьбу И ты помоги Дьяволу Исполнить его судьбу А его участь В озере огненном Аминь Слава Господу Слава Богу Аллилуйя Да я ещё хочу Вы знаете И пастырь Сандей Разрешил мне ещё Сделать одно объявление Вот Это пример того Как Бог Дальше нас ведёт Творит всё новое Вот как раз Когда пастырь Говорил о телевидении Вы знаете Седьмой канал Это хорошо Но христианские программы Смотрят не все Но есть первый и второй канал Центральные каналы И там конечно Мало христианских программ Но я вам приведу Такой пример Вот когда-то тут была съёмка Версии Ольги Верасимеук Это УТ2 1 плюс 1 И есть такая программа Табу Кто-то из вас смотрел Раз, два Или несколько раз Она в четверг Вечером В 10 вечера И я вам хочу сказать Меня Бог привёл На эту программу Это мирская программа Некоторые удивляются Если я кого-то приглашаю Говорят Не хочу Отношения Вы знаете Даже эта жертва Для меня была Я вот недавно была Три съёмки в день С утра до вечера Честно говоря Это нагрузка была Это жертва Но я вспомнила И вас пустили туда Так я хочу всех пригласить Бог открыл дверь Это бесплатно Мы там луч света В тёмном царстве Молодец Честное слово Вот думаю Что в этот четверг Уже должна быть эта программа Я и дочку пригласила Я вам скажу Проблема Некого взять Я уговаривала многих Некого взять Поэтому я вас очень ободряю Бесплатно Они дают телефон Они всех приглашают Бог открыл двери Иисус шёл грешникам Чтобы спасти Это мирская программа Мы там очень нужны Каждый там нужен Там раз в месяц съёмка С 12 до 6 вечера Три программы Очень просто Очень просто Подготовиться Одна минута Что-то сказать Нас должна быть команда Минимум 10 человек А не один-два Я не могу одна за всех там быть Но это важно Это евангелизация Всей Украины Вот итог Вот итог Это евангелизация Всей Украины А эту программу Она очень популярна Сколько вам нужно людей? Ну минимум 10 человек На каждую программу Это когда? Каждую программу Это где-то примерно 15 числа каждого месяца Они дают рекламу Я скажу День до четверг Это обычно пятница Пятница Съёмка Съёмка в пятницу Один раз в месяц Чтобы с вами пойти Вы же уже первого года Я вам скажу Телефон скажу Вы знаете У меня уже там есть опыт Практика Уже там прошла молитва Большая евангелизация Это шикарная евангелизация Вот это Ну вы уникальны Вы просто не знали Вы мне нравитесь Ну мы с вами похожи Давно мы похожи с вами Вы похожи с вами Правильно Аминь Поэтому Я конкретно вам Дам телефон программы Табу Кто желает Когда-то я вешала Здесь объявление Но никто из вас Не откликнулся Серьёзно? Да Когда-то я попросила Повесить объявление Видела что на неделю Весела Я беру ещё ваш телефон Чтобы они могли вас найти Чтобы с вами пойти Хорошо Пожалуйста Готовьтесь к пятнадцатому числу Следующего месяца Ну главное Нужны люди Я сразу скажу Мудрые Мелые Девзновенные Если люди Которые хотят Не болтать ерунду там А нормально Говорить по телевизору Конкретно Видите Человек десять точно есть Нам командой надо туда идти Минимум десять человек Можно двадцать Можно двадцать Хорошо Скажите ваш телефон Я скажу телефон Пятьсот девятнадцать Шестьдесят четыре Тридцать пять Наталья Ещё раз Пятьсот девятнадцать Шестьдесят четыре Тридцать пять Ну вот они буквально Через неделю Начнут давать По программе Один плюс один Уже рекламу Табу Какие новые темы И когда это Примерно пятнадцатого числа Раз в месяц съёмка И можно как раз готовиться Обязательно Обязательно Там всего десять Пятнадцать предложений сказать Но это большая евангелизация Всей Украины Уже Микола Вересень Библию читает Мы уже ему сколько подарили Да Слава Господу Вот я просто привела пример Бог творит всё новое И это было для меня неожиданно Мне пришлось бывать Уже на первом канале Не всё так погано В нашем доме И позвольте ещё одну минуту Для меня было подтверждение Там мало было возможности сказать Так вы знаете Какой сюрприз Господь мне приготовил Там была элитная публика Тема была Я не знала Там тоже три программы оказалось Элитная публика Десять лет института менеджмента Ну я просто присутствовала в массовках Так Господь вынужден был Приготовить мне выигрыш Там двести человек Была лотерея И вдруг я выиграла Для того, чтобы я вышла на сцену Меня вытащили оттуда И чтобы я проповедь сказала Что я не просто выиграла А я молилась И Господь помог Молить и спросить И дано будет И всех в церковь пригласила И депутаты там были То есть Господь находит методы Как нас использовать И потом три раза У Т-1 крутили эту программу С моей проповедью Три раза Три раза крутили С моей проповедью Поэтому, пожалуйста Бог открыл двери Когда вы видите приглашение Это бесплатно Это бесплатно Но мы там нужны Вы мне нравитесь Слава Богу Это вы меня сегодня подогрели Когда за телевидение стали говорить Что много денег надо А тут сразу мне Господь показал Такие же и бесплатные Еще двери открыты Но вы же уже год ходите Ну, спасибо Спасибо вам большое Я благодарю Бога Пускай Господь благословит вас Пускай люди услышат Ваш призыв И пускай Ну, сотни Десятки Ну, станут такими ревностными Как вы Во Иисуса Христа Ради спасения всей Украины Это евангелизация всей Украины Молодец Спасибо вам большое Будьте благословенны Помогите ей пуститься Ну, как вам, да? Разве это не класс? Разве это не чудесно? Да Ну, я просто восхищаю Такой женщины Простой женщины Но горит для Господа Не только на словах На их жизни Пускай Бог укрепит вас Пускай вы еще сделаете сто раз больше Почему мне это нравится? Это как я Используя каждую мину Я всегда говорю Если бы я убил украинцев Я буду записываться К президенту каждый день К мэру каждый день Потому что Я хочу сказать Я могу решить ваши проблемы Я И это правда Но я иностранец Я уже их надоел Им надоел Все равно Тем более записываться А теперь я вообще Уживаю По носу Но ничего Вы можете Вы же граждане Этой страны Какое право у них есть Принимать бизнесменов А вас не принимать Вы больше бизнесменов А вы не знали Что ли? Но это правда Вы имете жизнь Вы соль земли Вы свет Мира Все уже написали свои видения? Вы видите Люди еще не написали Хорошо Две минуты Напишите пожалуйста Бисунка То еще не написал Тут здесь первый раз Пока мы призываем Те которые первый раз Астане Пишите видение Потому что я хочу Помолиться за конкретные вещи Все 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 которые в зале Если вы написали свое призвание Свои цели в жизни Понимите Я же помолиться за вас Чтобы вы состоялись Потому что Бог призвал нас Чтобы мы состоялись Чтобы мы больше не ходили По мукам миру Чтобы мы просто не мушили За пустую миру Он призвал нас Чтобы мы состоялись А если вы Которые первый раз Если у вас какие-то проблемы Или какие-то просьбы Своими словами Как вы умеете Каждый может молиться Своими словами Как он умеет Вы своими словами Обратитесь к Богу Что вы хотите Чтобы Он делал для вас Может быть какие-то проблемы Может быть какие-то обстоятельства Какие-то сложные ситуации в жизни С искренним Бог поступает искренне Самое главное Для Бога Это быть искренним Обратитесь к Нему Искренне Давайте закроем глаза Если у вас какая-то просьба Просите у Него А остальные люди Которые имеют просьбы Вы хотите осуществляться в жизни Понимите ваши просьбы к Богу Господь Иисус Я благодарю Тебя За этот прекрасный день Который Ты подарил нам Я прошу Тебя, мой Бог Пускай богатство Пускай богатство Твоей благости Выпустится на Твоего народа сегодня Именем Иисуса Покрой нас Твоей благости и милости Я болю за всех этих людей Которые имеют призвание И силы жизни Чтобы угодить и прославить Тебя И бокали именем Иисуса, я повеливал всем преградам, упасть дороги во имя Иисуса, именем Иисуса, я прощу Тебя, мой Бог, дай каждому силу перешагнуть через себя, через обстоятельство, через проблемы и состояться именем Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok